всем доброе утро добро пожаловать в новое видео сегодня с кухни я надеюсь не сильно громко работает посудомоечная машинка у мальчишек каникулы сегодня понедельник у них каникулы начались и и я хотела их немножко порадовать и им на завтрак приготовить как их банан панкейк банановые панкейки типа такого да такие маленькие и так что давайте вместе попробуем я еще такие не делала увидела в интернете фейсбук что ли по моему и решила попробовать и мальчишкам сделать на завтрак так как они бананы любят особенно бананы с медом тоже сделаем им банановые панкейки так для теста нам понадобится яйцо я возьму две пачки вот такого ванильного сахара я думаю больше не нужно будет я думаю что бананы и потом еще с медом достаточно сладкая и возьму только две пачки ванильного сахара полный рецепт я вам потом напишу в первом закрепленном комментарии так как я еще как бы вот с пропорциями не точно знаю я сейчас попробую если так получится то я их вам и так напишу если нет то немножко изменю смешаем яйцо с молоком и сахаром и добавим муку так сейчас еще нарежу бананы я возьму 3 муж тоже еще на выходных приделал панели в колидор и теперь я хочу сегодня тоже еще колидор доделать я подкрасила там где панели приделали там я уже как бы побелила теперь хочу еще одну стенку побелить когда подымаетесь по лестнице вот и как бы доделать колидор привести его в порядок этим тоже еще сегодня мы буду заниматься так что если вам интересно обязательно оставайтесь и так вот бананы я сейчас нарежу на более такие крупные кусочки да так примерно вот вот на такие примерно кусочки да не сильно маленькие не сильно толстенькие и теперь это будем все макать в тесто и обжаривать здесь у меня уже извиняюсь за машинку так включу плиту здесь у меня я уже побрызгала вот этим маслом который я вам показывала из кауфлянда у меня кокосовая закончилась в кокосом тоже было бы очень вкусно их обжарить но у меня его к сожалению уже нету так что сбрызгнула немножко маслом и теперь буду их обжаривать айки с и дураком а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень-очень вкусно! Так что рекомендую вам всем попробовать! Сейчас прожую! Обязательно попробуйте! Очень вкусно получается! Очень классно! Сахара, правда, много и не надо, так как бананы сладкие! Делается очень быстро! Рецепт оставлю вам в комментариях! Желаю всем приятного аппетита! Вот так у нас теперь здесь в калидоре выглядит! Муж проделал вот эти панели! Мне пришлось все-таки докупить еще одну! Одной нам, к сожалению, не хватило, так как я ее вот до той тумбочки, до низа сделала! И уже как бы на вторую она была короткая, не хватило! Здесь тоже нам пришлось сюда завернуть шурупную! Я хочу потом как бы золотистые такие купить! И черный, чтобы муж выкрутил и другим закрутил! А здесь мы, видите, вот тут в этот черный фельд, вообще-то прикручивали! Но вот в этом месте, здесь, видите, вот оттуда идет этот кабель от интернета наверх! И там панель плохо держалась! Если мы бы вкрутили в эту, пришлось нам как бы там еще один шуруп туда закрутить! Здесь вот, видите, вот эта одна, я думаю, так и оставлю! И хочу еще купить одну вот сюда наверх! Просто такую, одну, да, чтобы сумку свою, например, вешать! И, может быть, вот сюда еще отдельный такой крючок, чтобы для моих сумок, которые я ежедневно пользуюсь! Вот, там цветок у меня теперь будет стоять! Видите, сумки у меня здесь отстоят, их желательно бы повешать! У меня вот здесь, вот в этих ящиках мои сумки! Но вот этими я сейчас актуально пользуюсь, поэтому они у меня здесь стоят! Вот, нужно, короче, прибрать! Нужно вот здесь я хочу еще тоже сделать! Купила вот там другие корзинки! Хочу их поменять! Купила два новых коврика! Этот хочу тоже заменить! Постелить вот эти! Здесь у нас будут вот такие зеркала! Я три штуки купила! Хочу их как-нибудь красиво повешать! Вот, так что... И вот эту стенку мне нужно покрасить! Вон, видите, там уже какие вот везде пятна! Это нужно будет сейчас покрасить! Это я тоже уже уберу! Хочу туда потом просто такую рамку повешать, где много фотографий входят! Вот, вот, здесь уже, видите, как чисто, бело! Потом еще здесь вот эту стенку сделаю! И наведу здесь порядок! Поменяю ковер! Поменяю там ящички! И вот так! И как-нибудь, не знаю, где найду вот такие отдельные крючки! Я тоже хочу, чтобы они вот, типа, таких золотистых были тогда! Или, может быть, все-таки черные взять! Или вообще деревянные! Можете мне в комментариях написать, кстати, и посоветовать! Может быть, просто какие-нибудь черные или деревянные крючки повешать еще! Отдельные! Не знаю! Ну, здесь вот так оно только для вот этих курток от детей, которые они сейчас актуально пользуются зимой и весной! А потом это все уберется опять вот в этот шкаф! И здесь я как бы только мои сумки будут висеть! Да, мы с мужем свои куртки и так в этот шкаф как бы убираем, да! Там на вешалке у меня там вешалки висят, и туда мы их складываем! Ну, а детям, чтобы побыстрее вот так! Ну, и сами можно тоже, да, если еще знаем, что сейчас будем выходить, можно тоже туда повешать быстренько! Вот так! Так что вот мое сегодняшнее занятие! А потом мне нужно опять вести на футбол! Хотя и каникулы, но тренировки никто не отменял у обоев! Нет, не у обоев, у обоях! Вот так, да, наверное, у обоях будут сегодня тренировки! Шифонер теперь стоит вот здесь, промеж вот этих тумбочек! Так, я решила его поставить, ну да, потому что здесь как бы места и так нету, да! Сюда он не войдет, ну и туда тоже нет! Пришлось мне его посередине поставить, но ничего, мне так вроде бы нравится! Сняла здесь я тоже вот эту пленку, такая же была белая наклеена, чтобы как бы, видите, лестница деревянная с белым и здесь будет так же! Вот эта пленка, конечно, теперь не очень подходит! Ну как-нибудь, если куплю опять такую деревянную белую, муж мне поменяет! Здесь тоже такие бабочки были наклеены и вот здесь, ну это я все убрала! Вот, и теперь здесь вот так, тут корзинка для ключей и разных других мелочей, которые, чтобы быстренько можно было с собой в путь взять! Здесь у меня теперь, смотрите, стоит вот эта лампа от Sensi! У меня сейчас актуально в ней вот этот аромат, очень классный! Свечи, конечно, классные, которые я купила, да, вот в этом, как его, TK Max или в Action, без разницы вообще-то, но здесь в калидоре я свечи не зажигаю! Я не хочу здесь зажигать свечи, для меня это опасно, и мы здесь не всегда находимся! Кто-нибудь пробежит, толкнет еще что-нибудь, кто его знает, Поэтому у меня здесь в калидоре стоит весной и зимой вот такая лампа! Зимой я потом поставлю такую рождественскую, такой домик у меня есть красивый! А летом я сюда буду ставить такой этот аромодиффузор, да, который воду с этими аромомаслами распространяет! Вот, а весной и зимой вот такие лампы, потому что они, во-первых, свет уютный придают, да, в калидоре не нужно всегда включать, и аромат очень классный! Вот, этот у меня уже закончился, нужно сейчас выкинуть, и потом какой-нибудь на другой поменяю! У меня они разные есть, и здесь вот, видите, нужно обязательно вот это стекло почистить! Наша собака там всегда выглядывает на улицу, и так оно выглядит каждый день! Ему надо, вообще-то, несколько раз в день чистить, чтобы оно было всегда чистое! Ну, ладно, вот, да, видите, у меня ковер как бы подходил вот к этим коврикам, да, наверх, но я думаю, я хочу сделать теперь вот такие! Посмотрим, как это будет выглядеть! Пропылесосить, пол помыть сразу надо будет! Ну, вот, ну, начну я сначала со стенкой, наверное, думаю, начну сначала покрашу, а потом все остальное доделаю! Так что, начнем! Сами ступеньки я не стала обклеивать пленкой и ничем обкладывать, так как мы это уже этой штукатуркой пользовались в детской комнате, и я знаю, что она очень быстро, хорошо отходит! Это не простая краска, а как бы штукатурка, да, вот, у нас же стены здесь фепутст, и поэтому я решила штукатуркой сверху еще раз немножко пройтись, я тоже взяла кисточкой и вот так в разные стороны размазывала, чтобы узор какой-то тоже получился, а не гладко все, и очень удобно кисточкой было наносить эту штукатурку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, смотрите, моя прихожка готова, мой калидор. Вот так у меня здесь на этой стороне получилось. А вот эту корзинку я сюда решила поставить, иначе здесь как-то пусто получается. Я поставила сюда вот эту корзинку, и, знаете, она будет у меня здесь состоять, и я буду туда складывать вот все, что от ребятишек, например, осталось, да, что нужно поднять наверх на второй этаж. Я буду в эту корзинку складывать, и потом, когда буду подниматься, возьму ее с собой и разложу им все на место. Вот, очень удобно, думаю, будет так. И очень хорошо сюда вписалась она. Здесь я тоже, смотрите, я повесила, чтобы не видно было вот этот один шуруп, да, я повесила сюда вот это сердечко. С корзинкой хорошо сочетается. Здесь вот эти зеркала вот так. Сюда я все-таки теперь, думаю, не буду никаких крючков больше приделывать. Я оставлю это вот так, потому что я себе нашла место для сумочек. Здесь у меня моя новая корзиночка, которую я себе как-то покупала. Цветок, чтобы закрыть немножко вот этот рутер и все вот эти кабеля там. Там у нас вот в той какие-то сезонные вещи, там от мальчишек штаны, да, для снега. Все вот такое лежит. Вот, и здесь у меня вот такие корзиночки. Сумочки, потому что мои, смотрите, очень классно вот сюда вот и вместились. Одна большая, одна маленькая, которые я буду пользоваться и буду их просто периодически менять. Там у меня мои шарфики. Вот так. Там, нет, там от пылесоса, по-моему, да, от пылесоса всякие такие принадлежности. Здесь футбольные, футбольная обувь мальчишек будет стоять. Вот. И вот так это выглядит с этой стороны. Очень, не очень нравится. Можете написать в комментариях, как вам такая переделка. Не 100%, конечно, как из Пинтереста, да. Но вот эту стенку, вот с этим регалем, я как бы оттуда вдохновилась. Вот. А потом, что еще? А, да, у них вот здесь вот была еще тоже деревянная доска. Не знаю. Я думаю, и не нужно. Так как у меня здесь вот здесь все как бы деревянное, да. Я думаю, что здесь доска уже будет чересчур деревянной. Но можете мне в комментариях написать, конечно. Я думаю, не нужно. И так много как бы дерева, да. Вот так. Здесь еще вот этот ковер. И вот так. Насчет ковров. Смотрите. У меня же была до этого дорожка одна, да, такая сплошная. Прямо вот до зала как бы шла. И я все-таки решила положить вот таких два коврика. Как вы думаете? Я думаю, это тоже очень хорошо. И их тоже можно быстро убрать. Помыть пол. А этот длинный, он плохо убирался. Он лежал здесь под шифонером. Мне пришлось его вырезать. И такой большой пока его скрутишь. А эти можно быстренько взять, стряхнуть даже на улице. Здесь я промыть, пропылесосить. Я думаю, удобно. И они по цвету и по текстуре. Как бы теперь в новую прихожую здесь я хорошо... Как это сказать? Не знаю, короче. Хорошо подошли. Вот так скажем, да? Вот. Стенку я покрасила. Здесь, смотрите, я не всю красила. Я как-то это немножко так. Ну, немножко, чуть-чуть на камере. Где-то вот здесь вот что-то видно. Переход, но на самом деле, вот сейчас без камеры это не видать. Эту стенку не нужно было красить. Я покрасила только вот эту. Здесь я тоже пальчики были. Всякие черненькие. И вот здесь. И все. Вот, все чистенько. Аккуратно. Теперь вот так. Так что пишите мне в комментарии, как вам нравится моя такая переделка моего калидора. Как вам насчет ковров? Как вы думаете, может быть, еще все-таки третий докупить и их как дорожку выложить? Да, вот одну такую длинную. Или так оставить? Я думаю, что так тоже очень хорошо. Там, когда заходите, сразу можете немножко ноги обтереть. А здесь просто, чтобы пустого места не было, да? Вот. Мне вообще-то так нравится. Ну вот, надеюсь, вам понравилось такое видео сегодня. Переделка моего калидора. У нас уже на улице темно. Время у нас уже сколько? 6 минут 7. У меня в 7 часов нужно отвезти уже Филиппо на футбол. Так что пойду быстренько в душ. Буду собираться. Приводить себя в порядок. Пишите мне в комментариях, как вам мой новый калидор. Что насчет ковров? Как вы думаете насчет, вот сюда приделать еще, как бы деревянную доску положить, да? Вот. Жду ваших комментариев, как вам. И на этом месте я с вами попрощаюсь. Всем большое спасибо, что досмотрели до конца. И я надеюсь, мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok